Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Кучец. В минувшую субботу на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомова состоялось торжественное открытие Пятой Спартакеады Дона комплексного физкультурно-массового мероприятия с многоэтапной системой отбора, которая включает в себя муниципальный, зональный и областной этапы. Подробности в сюжете. 20 апреля на стадионе имени Лакомова стартовал муниципальный этап Спартакеады Дона-2019, в которой более 20 команд азовских предприятий и учреждений будут соревноваться по 19 видам спорта. По словам заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Виталия Белова, главная цель мероприятия – популяризация массового спорта. Своей задачей мы считаем, самое главное, привлечение именно людей простых, не профессионально занимающихся спортом, а именно представителей трудовых коллективов, для которых спорт становится формой здорового образа жизни, формой дополнительного общения, не только на работе, но и в выходные дни собраться, вместе посоревноваться, выработка некого чувства локтя, корпоративного духа. За последние пять лет численность участников Спартакеады Дона-Вазови выросла более чем в три раза. И приятно, что коллективы не только, скажем, бюджетной сферы, но это промышленные предприятия. Для нас было очень интересно, то, что заявились предприятия близлежащие, находящиеся в Азовском районе, Кока-Кола, значит, коллектив захотел участвовать в нашей лиге. Значит, ну и, допустим, такие службы, как управление пограничное, то есть свои представители подразделения Вазови, то есть сказали, хотим соревноваться там, где служим. То есть это тоже все очень, конечно, нас не может не радовать. Муниципальный этап продлится до конца апреля. Старт зональному будет дан в мае. Финал и торжественное закрытие Спартакеады Дона-2019 состоятся в Таганроге с 14 по 16 июня. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо Уже подведены итоги по некоторым видам состязаний. Лидирующие позиции по уличному баскетболу у Управления образования города Азова, по плаванию у команды ГТО, по рыболовному спорту Пальма Первенства у Трио Олега Машинари. Что же касается шахматного турнира, судья соревнований Иван Кисляков прокомментировал следующее. У нас проходили соревнования по шахматам и шашкам. Собралось шесть команд, была упорная борьба. В соревнованиях шахмат за первое место боролись команды АМЗ и Управление образования. Победила команда АМЗ. По шашкам соревновалась также команда АМЗ, только конкуренцию составила ЦГБ. И АМЗ тоже победила. В минувшие выходные в Донской столице состоялись соревнования по велотреку, в которых приняли участие азовские спортсмены. О победителях и призерах нам сообщил тренер-преподаватель Александр Смирнов. Азовчане выступили очень успешно. Четыре золотые медали завоевала Рыкова Анастасия. Одну золотую завоевал Кутасевич. Еще также было завоевано три серебряные медали и три бронзовые. Следующие соревнования у нас будут проходить с 24 по 28 апреля. Это будет спартакиада учащихся, где также примут участие велосипедисты Азова. В минувшие выходные в спорткомплексе «Братьев Самургашевых» состоялись открытые соревнования на первенство Азовского районного отделения школы Олимпийского резерва номер 9 по греко-римской борьбе, в которых приняли участие спортсмены Ростовской области. 21 апреля на базе спорткомплекса «Братьев Самургашевых» состоялись открытые соревнования по греко-римской борьбе среди спортсменов 14-15 лет. Результат нас как бы обрадовал. У нас 4 первых места, 3 вторых места и 5 третьих мест. Как бы эти соревнования для нас были важны тем, что они проходили в новом спорткомплексе. И мы, можно сказать, провели такую генеральную репетицию открытия, которая тоже будет в конце мая. Мы думаем провести открытие торжественного этого зала. И думали к ним подготовиться. В секцию вольной борьбы родители записывают детей в очень раннем возрасте. В итоге мало кто выдерживает нагрузки, так как этот вид спорта считается одним из тяжелых. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в секцию вольной борьбы с какого возраста ребенок может записаться? И вообще рекомендуете с какого возраста? Ну, понимаете, сейчас спорт молодеет. И поэтому, можно сказать, чем раньше, тем лучше. Но как бы осознанные дети начинают заниматься с 8 лет. Раньше смысла нет ребенка отдавать. Как бы можно заниматься оздоравливанием, но чтобы ребенок понимал, чем он занимается. А как бы лет с 8, с 9 это как бы самый оптимальный возраст. Если считать процентным соотношением, то к концу года остается около 15% занимающихся из общего числа. А профессиональных спортсменов и того меньше, кто сознательно решил посвятить себя борьбе. У нас как бы тренерский состав очень подготовленный, к этому квалифицированный. И нагрузки довольно высокие для детей данного возраста. Поэтому, что хотелось бы сказать детям, родителям, детям терпение трудиться, а родителям готовить детей к тому, что им будет тяжело. Но как и во всем этом, это будет вознаграждаться победами с лихвой. В середине апреля в Донской столице состоялся открытый городской турнир по боксу «Боевые перчатки» среди юношей 2005-2008 годов рождения. Азовские спортсмены показали отличный результат, заняв несколько призовых мест. В Ростове-на-Дону прошли соревнования среди боксеров в возрасте от 11 до 14 лет, в котором приняли участие свыше 140 человек. Воспитанники спортивной школы номер 9, по словам тренера Сергея Романенко, выступили достойно, завоевав 4 золотые медали, 3 серебряные и 4 бронзовые. Ребята достойно выступили, показали хорошие бои. Я буду надеяться, что дальше они будут еще больше развиваться и доказывать свои преимущества на большом ринге. Очень порадовал меня там Вологитин Сергей, который провел два боя. Первую выгол у призера в Ростовской области, а второй бой проводил с победителем в Ростовской области. Показал очень достойный бой, чуть-чуть не хватило опыта, но с достоинством вышел с этой ситуации и заслуженно занял второе место. Среди азовских спортсменов отличный результат показал Александр Пахилько, который по завершению турнира был приглашен в сборную Ростовской области для участия в соревнованиях Южного федерального округа, который состоится в ближайшие дни в городе Сальске. Недавно выиграл я соревнования Ростовской области боевые перчатки. Мой соперник был, если я не ошибаюсь, из города Шахт. Я его обошел в принципе легко, потому что выиграл за 40 секунд боя, ввиду явного преимущества. А сейчас я активно готовлюсь к соревнованиям Южного федерального округа, которые пройдут в городе Сальске. Что ты чувствовал, когда ты узнал о том, что ты попал в сборную Ростовской области? Я чувствовал радость, что я поеду наконец-то на большие соревнования и смогу проявить себя. А также, ну, я собираюсь выиграть. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азовинфо Спорт. И это все новости на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова